Послание Касымжу Марта Тукаева отражает проблемы каждого казахстанца. Об этом уверен депутат Мажелиса Павел Казанцев. Мажелисмен провел общественный прием граждан в партии Аманат. Он выслушал вопросы людей. Решение большинства из них уже отражено в программном документе. Подробности в материале моих коллег. Жительница Астаны Алтын Алпаспаева пришла в общественную приемную партии Аманат. Женщина говорит, на партийцев у нее последняя надежда. Алтын инвалид первой группы. Ее двое детей тоже страдают различными недугами. Живут на пособии, большая часть которого уходит на съемную квартиру. Астанчанка просит решить жилищную проблему. У меня двое детей тоже инвалиды. Тяжело. Тоже они вторую группу не видят. Одна на учете психиатра стоит. Я сама первая группа. Акимату обращался. Почему-то Акимату у нас на прием записывался. Он не принимает. Хочу, чтобы он мне помог. Вот это заявление рассмотрели. Депутат Манжелиса Павел Казанцев обещал, что проблема женщины не останется без внимания. Кроме социальных проблем в общественной приемной, граждане поднимали вопросы и коммунальных тарифов. Этот момент в своем послании затронул и глава государства. Он уточнил, что предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. А для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Понятно, что спрос на жилье есть. Это же спрос на земельные участки и так далее. На несправедливость или на неоперативность работы служб жилищно-коммунального сектора. Это вода, отопление, газ, тепло. Где-то по тарифам люди приходят, где-то возмущаются. И надо сказать, что все очень, кто по энергетике приходит, все очень позитивно отнеслись к посланию президента, которое 1 сентября было озвучено. В частности, по наведению, во-первых, жесткого порядка в энергетической отрасли и по строительству атомной электростанции. По словам Павла Казанцева, в послании Касымжамар Токаев охватил самые актуальные и волнующие казахстанцев вопросы. Они затрагивают почти все сферы жизни.